Да, и снова мы в студии, все передохнули, аппаратура тоже передохнула, вот, и мы возвращаемся к разговору с Эриком. Скажи, пожалуйста, Эрик, вот если, скажем, были такие результаты, ну, полтора года это, с одной стороны, много, с другой стороны, это, в общем-то, не очень много, учитывая результаты. Учитывая то, что это считается, что это невозможно вообще. Да, 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 вот, причем это не просто говорится вообще, это вот, да, по заключению специалистов, которые наблюдали ребенка в самом начале и через полтора года вашей работы. Скажи, пожалуйста, что все-таки привело вас сюда, что заставило приехать, или не заставило, почему вы так решили, хотя так было все хорошо. Мы хотим полностью, чтобы ребенок вышел из этого состояния и был, нагнал бы своих ровесников. И думаете, что здесь, да, и перегнал, и думаете, что здесь это быстрее будет. Ну, честно говоря, уверен. Вот, это было, это, стоп, это уверенность была, тихо, 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 это уверенность была даже до того, как вы приехали. И вот вы приехали, и... И я объясню, что после каждой процедуры, после каждого прихода в центр, ребенок совсем другой, он начал обращать внимание на других детей, он пытается с детьми играть, он входит в контакт со всеми, он никого не боится. Вот, секундочку, он входит в контакт, то есть положительно, у него вот, как бы, положительные эмоции. Да, он с улыбкой идет, начинает, пытается играть с детьми, дует вот, просто он их не видел. Он начал говорить, начал говорить. Не полностью, но уже пытается, пытается говорить то, что ему надо. Да, он немножко ленится, нужно его заставлять, но он все равно, этого раньше не было. До приезда он не говорил? Он просто мог петь песни, а чтобы вытянуть, вытянуть из него, да, вытянуть из него слова. Он даже плачет музыкально. Когда он плачет, он выпивает книгами, ну вот, или... С контакта с посторонними людьми, раньше были истерики, сейчас он спокоен. Вы пробовали с ним, допустим... Две недели прошло, да? Полторы. Вы пробовали с ним заходить, там, скажем, в магазины, вот, где большое скопление народа? Да, ну, абсолютно спокойно себя чувствует, бегает, играется. То есть раньше такого бы даже представить себе. У нас было так, мы заходили в магазин, он заходил, закрывал уши и начинал напивать или ныть, чтобы побыстрее оттуда выйти. А сейчас ему, как бы, интересно все кругом. То есть вы уже можете спокойно ходить, вы уже можете... Скажите, пожалуйста, Эрик, вот, осознаете вы, что, вот, скажем, даже приезд сюда, это, как бы, первая ступень к становлению в Рафе, как не просто здорового человека, а как какая-то, вот, особая личность, да? Ну, вот, судя по его музыкальности, ну, наверное, может быть, там, какой-то музыкальный талант или какой-то что-то с этим связано. Вот, как вы видите его в дальнейшем? Ну, я попытаюсь сделать, чтобы он все попробовал, потому что слух у него идеальный, голос у него есть. Если ему это понравится, то будет хорошо. С математикой все, что связано, у него очень хорошо выходит. Он считает и на русском, и на английском. Может быть, даже на других языках потом... А на армянском? Нет, на армянском мы считаем. Пока еще нет. Это еще все впереди. Не, мы его научим и на армянском, и на грузинском тоже. Эрик, эрик, провокационно немножечко вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот, полтора года тому назад, в принципе, ну, срок для становления ребенка такой, он, в общем-то, не очень большой. Сколько раз сейчас лет? Четыре с половиной. Четыре с половиной года. Скажи, пожалуйста, думали ли вы об этом, вот, о том, что мы сейчас говорим, в плане его развития, полтора года тому назад? А какие мысли тогда вот у вас были, вот, по отношению к нему? Ну, мысли, желания, как бы стремления. Нужно что-то сделать, а как было? Ну, мне нужно сделать, что? Это то, знакомство создавления. Нет, нет, вот именно. Нужно сделать, что? Я сейчас поясню, почему я вот выпытываю такие моменты, сейчас будет понятно. То есть, уровень, скажем, ваших желаний и стремлений, ну, сводился, я, может быть, подскажу, поправишь меня, что просто, может быть, я непонятно говорю, сводился к тому, что, ну, вот, там, лишь бы прекратились истерики, лишь бы, там, вот, что-то заговорил, да? Нет, 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 а как? А именно, чтобы ребенка довести до состояния такого, чтобы он мог, был бы социально. Вот, то есть, чтобы он был бы полностью здоров. Вот, я хочу, чтобы меня услышали и мамы, и папы, это, что-то правильная позиция, позиция не коррекции, позиция не стремления, вот, чуть-чуть улучшить, а позиция вылечить, и, скажем, усилия, которые направлены на, ну, может быть, на поиск, на, как бы, вот, подбор специалистов, которые работают, специалисты, которые ориентированы на излечение, даже в том случае, если это, с общепринятой точки зрения, невозможно. Вот, и теперь тоже один из последних вопросов. Нет, не последний вопрос, все-таки прошу поговорить о том, о впечатлениях от работы специалистов. Не надо все помнить. Не-не-не, Давид, Давид, я, я к этому приду, я к этому, я к этому приду. С нашим штатным инквизитором, его локтями, с человеком, который делает из вас ёжиков, и результаты с тем, кто к вам кости ломает, так что слышно в соседнем подъезде, и так далее. Ну, про промывку мозгов через прямую кишку мы не выдумываемся. Очень хорошая штука. Я думаю, это же самое главное в очном приезде. Происто, и, по-разумеется, волшебницу. Там, у меня просто нет слов, потому что... А я только прошу. Там каждый процесс происходит так, что ребенок... Не то, что ребенок, а я очень сильно... Моментами я не могу воспринять эту информацию, потому что я впадаю в состояние шока. Самое простое это то, что... Асав делает иглоукалывание, и Рафи это пускает. Он еще и сидел, рассматривал эти иголки, пытался рассмотреть их на лбу, без плача, и все было хорошо. Причем, что интересно, что не вытаскивает. Да, он их не пытался вытащить. Но вопрос не в процессе, а в результате. А результат в том, что после всего этого у ребенка с каждым днем идут улучшения. Чем вас Юсефа удивило? Юсефа? Она сказала, что он будет... Надо уже с ним пытаться разговаривать, и в этот день он начинает разговаривать. Ну, правильно. Вашельница сказала. Да, значит, надо. То есть, если раньше нам приходилось именно вытягивать из него слова, сейчас я показываю и комментирую, что это, он на меня смотрит и продолжает говорить, что это, и что он хочет. Такие простые слова начинают, типа, аквариум. Типа, аквариум, типа, хочу печенье. Там, Рафи будет кушать. Как встретить в лице себе, да? Да, пока... И говорит я. Я пока не говорит. Вот сегодня надо уже, я. Все, сегодня будем я. Да, и есть маленькие такие... Ну, прикольно, он немножко щепеляет. Я в тот день поставил перед зеркалом, говорю, это Рафи, это папа. Он такой, это мафи, это папа. Да, вы были шокированы, как Рафи рассказала. Вопрос такой. Коррекция позвоночника, например, что вам конкретно что-то... У нас было и позвоночник, и шея. Раньше, когда это почувствовалось во время сеанса, после сеанса? Во время сеанса сразу почувствовалось, там все хрустело, так что... И после сеанса у ребенка... Он начал поворать нормально голову. То есть это был один сеанс сегодня, да? Да. Один сеанс, и раз их проблем нет. Да. То, что у меня проблемы ушли моментально, у меня были постоянные головные боли, у меня хрустело в шее, у меня была тяжесть между лопаток, болела поясница. После манипуляции доктора Аркадия, у меня сразу пошла головная боль, сразу же головная. Шлом у меня вставил конкретно между лопатками. Там у меня не раскрылась грудь. Был какой-то сгусток всегда, такое ощущение. А у жены что-то изменилось? У нее все поломали, потому что она по утрам, когда просыпается, у нее все хрустит. Сейчас все нормально. Ты рассказываешь о таких изменениях, которые вроде бы должны за длительное время, если происходить. Полторы недели, например, здесь. Да. А все эти изменения произошли там после с первого уже. Я думаю, что мы еще поговорим, вы три недели у нас здесь будете. Я думаю, что ближе к концу мы поговорим. Просто, как говорится, запомните, на чем мы сегодня остановились. Давид меня увел от мысли, а я все-таки вернусь к этой мысли. Эрик, скажи, пожалуйста, к вопросу о ребенке. Вы осознаете, что сейчас, по большому счету, все уже зависит от вас. То есть, вот сейчас вы должны дать, как бы, да, мы дали ситуацию, когда появилась возможность вам ребенка развивать. То есть, чем больше вы будете с ним работать, чем больше вы будете с ним говорить, чем больше вы будете с ним заниматься, тем быстрее он догонит и обгонит своих сверстников, да, вот это вот. Поэтому, я так понимаю, что вы готовы это делать, вот, вы настроены, и это очень важно. Ну и в заключении, Давид, да, я думаю, что мы закончим, как бы, да, оставя какую-то информацию на следующей нашей встрече. Рафик, у меня просьба, вот, как бы, какие-то напутственные слова для отцов, которые нас смотрят, да, для отцов, у которых, ну, проблемные дети, которые, может быть, еще не определились, которые что-то ищут, которые пытаются как-то помочь. Вот, вот, уже с твоего опыта, с твоего, как бы, вот, с твоей башни высокой, вот, сказать им то, что, ну, ты хочешь сказать, без всяких комментариев с моей стороны. Я хочу, вот, как раз, как бы, у меня в мыслях это крутилось, что всем папам дать совет, что влияние отца на ребенка очень большое. Мама есть мама, но связь сына, дочки с отцом очень большая. И у нас, когда происходили и серики, я его брал на руки, ребенок успокаивался. Это любой ребенок, он чувствует отца, как силу, силу и защиту. Силу, мудрость, наверное. Силу и защиту, да. И когда нет отца рядом, ребенок будет больше истерить. То есть, не... И не оставаться в стороне, потому что нужна поддержка и жене тоже. Да, не оставаться в стороне, не отлынивать. Поэтому это очень важно. Ну, я думаю, что нас услышали все, кто хотел, вот, поняли, прочувствовали. И, Эрик, большое спасибо за встречу. Более спасибо. Да, да, до новых встреч здесь в студии. Да, потом еще поделишься, расскажешь, что же произошло, какие впечатления. Мы еще не коснулись. Мы об этом обязательно поговорим. О земле Израиля, о святых местах. Да, мы это будет... Оставим что-то на потом. Как вас встретили. Вот, да, 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 оставим что-то на потом. Вот, может быть, и в следующий раз поговорим, и супруга будет присутствовать. Ну, так, да, для разнообразия разбавим. Все, а мы с вами прощаемся еще раз. Спасибо, до новых встреч, всем здоровья и счастья.